Собственно, вот уже прозвучала сегодня эта реплика про возвращение в детство. Учитывая, что большая часть аудитории студенческая, это юность ваших родителей. Вполне конкретное время, которое было в достаточной степени забавным, потому что, по большому счету, крах вот той унылой и абсолютно предсказуемой действительности, которая представляла собой позднесоветское социокультурное пространство, он предполагал два альтернативных варианта. Ну, вот Брежневская и сразу после Брежневской действительность, которая на самом деле была построена на, с одной стороны, тотальной зарегламентированности всего, что можно зарегламентировать, а с другой стороны, на постепенном и достаточно ощутивом вымывании любых легитимирующих оснований из-под советского проекта. Перестало быть понятно, зачем это вообще все нужно. После краха последнего советского успешного мобилизационного проекта, отцепельного, собственно, проекта, когда на самом деле некоторые группы, по крайней мере, советского населения удалось мобилизовать на новый идеологический. После того, как в середине 60-х этот проект оказался похоронен, вот Брежневская эпоха, по большому счету, просто гальванизировала труп, пытаясь осколки былых мифов встроить в структуру, которую уже никого никуда реально не звала. Была придумана вот эта вот новая мифология, связанная с Великой Отечественной войной. Тоже понятно, почему мифология абсолютно оборонительная. Понятно, что она мессианская, понятно, что это некая богоизбранность России в любом случае. Но она в любом случае же, эта мифология была достаточно аккуратно простроена таким образом, чтобы уйти от большевистского проекта подальше. Большевистского проекта, который предполагал геополитическую составляющую, в первую очередь. Нужно было коммунизм установить на всем земном шаре, а политика мирного сосуществования, которая была просто-напросто внешнеполитической реальностью Советского Союза, она как-то вот с построением коммунизма во всемирном масштабе уже не очень монтировалась. И, собственно, предыдущий хрущевский проект отчасти потерпел фиаско, по крайней мере, во внешнеполитической своей составляющей, потому что, собственно, сам проект мирного сосуществования, он еще позднесталинский и хрущевский, но, с одной стороны, мирное сосуществование, с другой стороны, карибский кредит. Как-то вещи не монтировались особо. А вот разрядка международной напряженности, все эти лозунги, которые возникли с начала 70-х годов, требовали совершенно другой, более аккуратной, более осторожной модели в мифотворчестве. И замкнутый внутренний миф о Великой Отечественной войне, он в этом отношении был по-своему идеальным решением. Но невозможно жить только памятью о травматическом событии, особенно если это травматическое событие, ты не проговариваешь как реальную память реальных людей, если ты конструируешь на этом парадный миф о победе. Ну, как бы то ни было, вот это ничем, по большому счету, уже не поддерживаемая культура, когда она, в конце концов, все-таки приказала долго жить. Альтернативы было две. Одна альтернатива — это «Во все тяжкие». Ну, собственно, они здесь, альтернативы, показаны, да, потому что капелла — это ровно та запредельная свобода от чего бы то ни было, да, причем свобода, ну, это такой советский вариант панка, да, с полным освобождением от каких бы то ни было моделей социализации, с десоциализацией как социализацией, да, с контркультурой как основой культуры, да, с очень простенькими ходами, незамысловатыми, там, привет Бахтину, да, телесному низу и всему прочему. Вот. Вторая альтернатива — это завинчивание гаек. Это установлено по-настоящему жесткого порядка с альтернативой идеологией, которая позволила бы вот эту вялость, да, полные развалы, распыления всего и вся в отечественной культуре каким-то образом преодолеть. И, ну, вот на этом столкновении, конечно, и выстраивается вся картина. Мало того, она выстраивается. То есть с отсылом к реальным событиям. Фильм «Он ближе к концу 90-го года» вышел, а самое начало, начало января 90-го года — это событие, которое оно как-то так в последнее время подзабылось, хотя в свое время был достаточно громким. Это разгром «Обществом память», «Вечера памяти» академика Сахарова. Когда зал, в котором собрались люди, которые хотели почтить память Сахарова, пришли люди в черных рубашках и, выкрикивая фашистские антисемитские лозунги, кого-то избили, да, разгромили этот самый вечер, была вот та самая вакханалия, которая была здесь в конце. Я напомню, что «Общество память», да, национально-патриотическая, отдельная очень большая тема. Я надеюсь когда-нибудь сделать там либо видеопоказ один, либо несколько видеопоказов, связанных с традиционалистским трендом в позднесоветском кино, с альтернативой советской идеологии, коммунистической идеологии, радикально справа. Причем это радикально справа, оно имело очень мощные ресурсы власти, в частности ЦК Комсомола, ЦК ВЛКСМ, это была абсолютно такая вот фашизоидная среда, и журналы, которые поддерживала ЦК ВЛКСМ, это были, ну, собственно, «Молодая гвардия», да, и прочее, это были журналы традиционалистски ориентированные. И были очень забавные коллизии иногда, когда там, скажем, абсолютно антисоветский фильм и антиоттепельный фильм Марка Осипиана «Три дня Виктора Чернышева», который казался вот таким, ну, не казался он, и был, большую часть времени, которое он шел, жесточайшей, умной, тонкой и хлесткой пародией на заставу реча Хуциевскую, да, в конце фильм разворачивался абсолютно традиционалистской стороной. То есть это была критика не со стороны, там, не знаю, гуманистических ценностей, это была критика со стороны традиционалистских ценностей. И странным образом фильм, прежде чем мы его запретили, он получил премию ленинского комсомола. Как бы в самой власти были некоторые коллизии, да. Так вот, обратили внимание на то, что первые 10 минут фильма построены так, чтобы вызвать раздражение у зрителя. Вам в навяз вот так вот, да, расцовывают эту кареллу, которая должна быть, ну, она и современного зрителя шокирует, причем шокирует, там, не знаю, пошлостью, да, агрессией, бла-бла-бла, да. А представьте себе зрителя позднесоветского, для которого эти вещи были, ну, вот, там, не знаю, члены скачущие на приз девственности, да, некой барышни, которую тут отмечали. Это просто должно было, ну, собственно, мало того, в этот же набор кадров, да, встроена реакция обывателей. И реакция почти у всех людей, настороженная или откровенно негативная, расстреливать, да, за 101-й километр, на лесоповал, и только дети реагируют позитивно, да. Вот когда, ну, ладно, там, девочки, которые в баскетбол играют, они тоже туда хотят, это понятно, да, они, им там, по 15 лет, да, они в нужном возрасте. Но в песочнице спрашивают двух близнецов и спрашивают, нравится ли капелла, да, они, да, нравятся, говорит один, второе, потому что они плохие. Да, вот. Значит, тут такая очень забавная, забавный ход авторы фильма сделали, отыграв, отработав модель, уже привычную для позднесоветского зрителя, модель, связанную с так называемой чернухой. А вторая половина 80-х это целый вал текстов, ну, нас интересуют сейчас кинематографические тексты, которые показывают жизнь в Советском Союзе радикально иным образом, чем это было принято в советском кинематографе. И они, как правило, эти фильмы сконцентрированы либо на детской социальности, либо на юношеской сцены. Это взрыв-вал нового школьного кино, это фильмы вроде «Маленькой веры», той же самой, и это фильмы, которые, помимо того, что они выдают на поверхность какие-то до этого запретные абсолютно темы, секс, агрессию, наркотики, чего не было в Советском Союзе, просто не было по определению. Я, опять же, в студенческой составляющей аудитории, если не напомню, то открою Большую Америку, одной из самых популярных фраз конца 80-х годов. В Советском Союзе секса нет. Это было сказано в прямом эфире, во время телемоста с американскими коллегами. Понятно, что женщина имела в виду. Она не имела в виду сам процесс размножения, но прозвучало гениально, конечно. Так вот, дело было не только в том, что язык, на котором говорило чернушное кино, было языком педалирующим, секс, огречивающие наркотики и прочее. Дело в том, что впервые, там была очень мощная инновационная составляющая, чернушное кино впервые привлекло внимание к альтернативной детской или подростковой или юношеской социальности. Каковой, именно в качестве отдельной, самостоятельной, в Советском Союзе тоже не было. Советские дети, советская молодежь, это были заготовки под взрослых людей. Это абсолютно просветительский проект. Ребенок — это маленький взрослый, который просто должен дорасти до соответствующего калибра и встроиться в процесс производства коммунизма. Поэтому никакой другой социальности, никакой альтернативной социальности у ребенка просто быть не могло. Это были все те же самые, я напомню, что в детском кино или в школьном кино это очень удобная поляна, на которой проговариваются вполне взрослые проблемы, но только на кошках. Только на той массе, на которой это не страшно. Если мы критикуем пионерскую организацию, это можно, но нельзя же критиковать об ком. Но, в принципе, все поняли намерно, что когда мы критикуем начальство на уровне детей, мы немножко метим туда. Но безопасно. При этом зеркало полное, потому что никакой собственной, другой, по другим законам устроенной социальности у детей не предполагалось. Перестроечное кино открыло, ну, собственно, даже немножко предперестроечное, потому что началось все с чучела Быковского. Когда вдруг выяснилось, что наши дети живут по каким-то другим законам, чем живем мы, и это вещи неприемлемые абсолютно. Мало того, эти законы, они существуют всегда, они были всегда, они абсолютно естественны для детей, и они чудовищны. И это все непроницаемый абсолютно мир, из которого эти дети каким-то образом еще и выживают и становятся взрослыми. Чучело впервые рассказало об этом. И потом чернушное позднесоветское кино, оно именно на этой альтернативной социальности делает себе совершенно новый язык. Ну, потому что, ну, понятно, да, что этот новый язык, если он был построен на агрессии, на подавлении, на массе очень неприятных вещей, говорил не о том, что вот началась другая жизнь, другая эпоха, и вот это все появилось откуда-то в советском человеке, он говорил о том, что раньше просто не было языка описания. Советское общество всегда было крайне конфликтным и очень агрессивным. Но это не попадало, в принципе, в поле зрения официального дискурса, в каком бы то ни было виде, ну, кроме, наверное, там, не знаю, уголовных статей, да, разоблачительных статей в газетах и чего-то такого. Кино, которое, ну, у нас же реализм, да, социалистический, кино, которое про жизнь не предполагало проговаривания этих тем. Но советский зритель, поздний советский зритель от Чернухи устал буквально за первые 2-3 года производства этого дискурса. Уже, то есть на первые фильмы в 87-88 году Чернушные валили валом, классы снимали с занятий, чтобы они сходили, учительницы, да, водили старшеклассников на маленькую веру, да, ну, прогрессивные учительницы. Понятно, да, что не Мария Ивановна, которая преподавала историю партии еще до революции, да, вот. Но к 89-90 году Чернуха начинает вызывать раздражение. Жизнь становится в стране все тяжелее и тяжелее. Мы и так живем плохо. И нам еще с экрана, вместо того, чтобы рассказывать про что-нибудь, на что приятно смотреть, показывают то, что мы и так видим каждый день на улице, дома, везде и всюду. Да, я не хочу смотреть это в кино. Вы смотрите Бакенварды, первые 10 минут вам показывают Чернуху, вызывая у вас раздражение. А параллельно этой Чернухе вам показывают абсолютно устойчивую жанрово-конвенциональную схему о том, как два молодых героя прибывают в город, находящиеся во власти темных сил. Два героя, которые являются носителями традиционной культуры, хорошей культуры, у которых хороший русский язык, которые говорят на языке, ну, понятном всем людям, которые живут в этом городе, но радикально отличающимся от того языка, на которого между собой говорят люди в этом городе. И если эти два языка поставить рядом, ну, не два, а там, с одной стороны, язык Пушкина, там же, помните, они цитируют массу пушкинских стихотворений из ненаписанного, из неопубликованного, да, понятно, что это вот такое спонтанное творчество, да, ну, насколько спонтанно, это уже другой разговор, да, но оно производится прямо здесь же. Пушкин жив, и пушкинский язык жив, да, и вот приехали люди, которые, наконец, мало того, они еще, у нас еще и боевик немножко, они карают не только мерзавцев, которые членами скачут, да, и спасают девушек из этой развращающей среды, да, физически, вот буквально там, как видите, в тигровой шкуре, да, вот, они еще и борются с бандитизмом, мало того, они борются еще и с городской властью, с бюрократией, ну, как, они противостоят ей, по крайней мере, не позволяют снести исторический дом, понятно, что он не исторический ни разу, понятно, что тут начинается хулиганство, вообще, весь фильм построен на жутком, запредельном совершенно хулиганстве, да, уровень свободы, который в советском кино достигнут был, пожалуй, вот, вот здесь, ну, еще в нескольких текстах, но понятно, что это дом Павлищева, да, что это дом Павлова, так, студенты не поняли, да, в Волгограде, ну, в смысле, в Сталинграде, героическая оборона одного единственного жилого дома отделением или, там, не знаю, взводом сержанта Павлова, которая была одним из самых растиражированных подвигов времен Великой Отечественной войны, и поэтому, когда в 90-м году люди обороняют дом Павлищева, да, все понимают, о чем будет речь, точно так же, как когда вы смотрите титры, вы слышите там оркестровую, абсолютно пафосную музыку, которая, в общем-то, бублички, купите бублички, да, но при этом в ней постоянно угадывается вставай, страна огромная, да, причем угадывается в одной фразе, там одна единственная музыкальная фраза, которая целиком переснята из вставай, страна огромная, но оркестровка не под бублички, вот никак не под бублички, да, вот, итак, вас выводят, ну, понятно, да, что любой хороший текст, он должен обманывать ожидания, вас поначалу подсаживают на симпатию к сюжету, вам хочется, чтобы у этих хороших молодых людей все получилось, а потом вам показывают, как рождается фашизм, абсолютно, вот, наглядно, только уже не изнутри, как это было сделано в СССР, а снаружи, и вообще вот эти два фильма, они гениально ложатся друг на друга, потому что они дают немножко разные ракурсы похожего набора страхов, если сделано в СССР было замкнутое пространство, замкнутое общество, в котором сверху, да, вводился фашизм, и потом этот фашизм выплескивался в широкую социальную реальность, правда, уже готовую к тому, чтобы принять этот самый фашизм, и фактически этот фашизм был безальтернативным, потому что никакого вменяемого ответа, кроме вялых интеллигентских схлипываний о том, что так нельзя, или вот этого самого финального, финальной реплики, а давай свалим отсюда вообще куда-нибудь, не было. Здесь достаточно диверсифицированное общество, которое очень по-разному воспринимает этот эксперимент. Здесь вообще есть общество просто, которое протестует, которое получает по морде, которое выдвигает альтернативные модели, появляются мцири, например, кто здесь главный им цирь, едва ли не самая гениальная фраза в этом фильме, как на мой вкус. То, что здесь любопытно, это то, что фильм показывает опасность, исходящую не только от государственного желания навести тоталитарный порядок, но от тоталитарности низовой, от тоталитарности, которая строится на сакрализации абсолютно стайных моделей поведения и абсолютно стайных комплексов идеологических, для которых питательным сырьем может послужить что угодно. Вот Пушкин. Пушкин, понятно, почему, потому что, кроме того, что это наше все, есть абсолютно устойчивая приговорочка в русском языке, кто будет это делать. Но если больше некому, то вот Пушкин это и будет делать. Причем, вот вещь, которая показана, это один из страхов системных в конце советской власти, вещь, которая показана в конце, то, что власть, вот какая она не есть, проворовавшаяся, коррумпированная, нелепая, бессильная, тупая и прочее, она состоит из профессионалов. Профессионалов, которые всегда готовы использовать вот это, поднимающиеся снизу, для укрепления собственного режима. Потому что, понятно, да, причем, если помните, вот тот самый персонаж, который Херц, Херц, это цитата из Толстовского, Петра Первого, там Меньшиков обращается, Минхерц, к Петру Первому, ну вот он, собственно, да, это не я повесил, он здесь, давно здесь висит, да, ну, он тоже сваливает, да, Таня как-то относится к Америке, только он в Прибалтику сваливает, потому что там как-то можно будет выжить, потому что эти суки подминтованные. Он совершенно легко переходит на блатной жаргон, ну, собственно, как и все участники позднесоветской действительности, он очень четко понимает, откуда дует ветер, что это ребята, которым может даже самим казаться, что они работают сами по себе, на самом деле они работают на власть. То, что сигналы, расставленные по этому самому фильму. Начну с, наверное, самой шикарной детали. Помните чечеточника, который отбивает Ах Александр Сергеевич, да? Чечеточник, очень похожий на артиста Бена Уайлдера. Невероятно похожий на артиста Бена Уайлдера. Ну, давай расскажи мне. Тот самый мем. Значит, в чем прикол? Сочетание Бена Уайлдера и чечетка, вот Бена Уайлдера, бьющий степ, дает один единственный ответ. Это фильм 1974 года, который называется «Молодой Франкенштейн». Папа-бам! Она зашитая. Абсолютно эта отсылка, но она есть. Ну, много отсылок на Пушкина. Ну, понятно, да? Тема сама по себе. Ну, там, скажем, стезею правды бодро следует, да? Помните, там такой совершенно конфетный Пушкин, детской рукой нарисованный на плакате на сцене, да? Это пушкинский как бы Коран, да? Кусочки из Корана. Ну, не кусочки из Корана непосредственно. Но следующая строка за этим «Люби сирот, и мой Коран, дрожащие твари проповедуй». Это то, что остается за кадром. Значит, я прочитаю несколько кусочков из Пушкин блюза, потому что понятно, что вы слов не разобрали. Да, в процессе, в хоровом исполнении, причем перебивающемся по ритму и прочее. Это непросто. Он рос под сенью заботливых мус, а мы прозябали в развале, его называли в лице и француз, а нас называли подонок и трус, кабан и козел, недоносок и гнус, еще и не так называли. Мы тоже балдели и пили вино, но он стал Пушкин. В озвучке они поют «А мы никто», в исходнике «А мы говно». «Напрасно морты разевали». «Ах, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, ты русскую простую дал в уста нам речь, твоим глаголом будем сердце людям жечь и память станем о тебе свою беречь. А если кто не хочет, будем тростью сечь и бакенбарды отрастить заставим». «Ах, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич». «Сегодня ты снова родился на свет, для новой, для истинной славы, ты должен во имя великих побед». Дальше, я думаю, можно просто писать сейчас слоганы, помочь нам, отечеству, давшим обет, избавить Россию от внутренних бед, спасти от заморской отравы. Еще несколько отсылок к еще не состоявшемуся будущему. Этот комсомольский лидер, бодрый мальчик в отечках, который бывший одноклассник, который главный министр-распорядитель ценевой всего этого контакта между властью и фашистами, который говорит о том, что на этом митинге есть люди, которых нужно изолировать, чтобы сдержать любые проявления экстремизма. 90-й год, я напоминаю. Обратили, наверное, внимание еще на масонский контекст. Они сами организуют масонское общество с посвящением, с явлением духа предка, со своей мифологией уже, с сакрализацией, символизацией инструментов. Помните, там угольник, отвес, все такое прочее. Здесь трость, легкая и прямая, как путь к Богу. Все это проговаривается. Да, еще там пара вещей буквально под конец. Тот же самый Херц проговаривает, что у этого пуделя замашки дядюски Джо. Дядюски Джо в международном сленге середины 20 века – это Сталин. Поскольку он Джозеф, по-английски. И еще одна отсылка, тоже достаточно очевидная, если помните, тренировку перед домом Павлищева с голыми торсами, в перчатках и в котелках. Перчатки, трости, котелок дают очевидную отсылку к заводному апельсину Кубрика. То есть здесь это тоже вещь. Все эти фильмы уже сняты, все эти фильмы уже просмотрены в видеосалонах, поэтому кто опознал, опознал, кто не опознал, не опознал. Ну ладно, значит, я какие-то вещи такие базовые вбросил, слово вам. Вообще, вот этот фильм смотреть в 2000-2001 году как-то даже немножко невесело, потому что все то, что заговаривается с юмором, оно в какой-то степени так или иначе проговаривается с собственными националистами, которые сейчас есть. Да. Поэтому мы тоже, как бы даже это очень уменьшаем. Причем вот как бы забавная штука, то, что в 90-м году вот это общество память условная, русский национализм, там, каким угодно флагом размахивающий, он видится преддверием коммунистического тоталитаризма, потому что следующая станция Маяковская. Заканчивается все левой, 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 да, и в стране советской есть. Ну, как выяснилось, статья необязательная. Так что согласен. Ну, это декоративизм, он, в общем-то, может быть вполне безобидным, но да. Нет, это цитата из песен западных славян пушкинских. «Трусоват был Ваня бедный, раз он позднюю порою, весь в поту от страху бледный, через кладбище шел домой». Вурдалак. Стихотворение называется «Вурдалак» из цикла «Песни западных славян». Когда они поют на заднем плане, я так понимаю, бюст Пушкин, почему-то он лысый. И вообще она всегда не похожа. Нет, там Ленин. Ленин, да. Но тут же идет постоянное... Прости, когда поют Пушкин блюз? Там Пушкин, конечно, да. Но там бюст, насколько я помню, снятый с посмертной маски, а в посмертной маске волосы убраны. Поэтому он производит впечатление лысого. Но я думаю, что отсылка вполне может быть значимой, потому что, помните, они постоянно меняются. Ленин, Пушкин, Ленин, Пушкин, Ленин, Пушкин. И с ключевым эпизодом, когда из бюста, из кулича, легко лепится... Буквально ты... На самом деле, приклеиваешь бакенбарды, и получается Пушкин, причем очень бойцовый Пушкин такой, как и положено. Так, да, Света. Что в больном фильме, что в предыдущем? Какой-то жуткий пессимизм, и когда ты уже сидишь и смотришь, то руки опускаются, и ничего не хочется, никакой надежды не остается, а можно тоже часть подпогамиды... Да, гораздо лучше, да. Нет, мало того, я хочу вас утешить, Свет, потому что после этих фильмов мы прожили 30 лет, да. Каким-то образом, иногда неплохо. Мы выживем. Я не очень понимаю, в герое Сухорукова больше важно свое пунктовое эго, или ему больше важно быть идеями, допустим, его частью. Потому что вначале, когда он с этой семьей своего друга подговаривает, что он такой... Вот это все. Как же одно лицо такое, раз в 150 лет, все из-за дома. То есть, вроде как, он чувствует себя, ну, как бы, воплощением пророка, как бы говоря. А с другой стороны, больше, вроде как, он не делает на этом акцент нигде в фильме, он не так и смотрел. И, ну, когда с него стригается Букинбарда, это все, он действительно про это, это ведь, это ведь. То есть, мне кажется, что Букинбарда это больше как раз про общее и про идейное. И я не понимаю, типа, где для него важнее... Ну, я не думаю, что это вещи, которые имеет смысл разграничивать резко между собой, да, потому что он очень себя бережет. Но помните этот замечательный доспех из блесен набранной, чешуйчатую рубашку, потому что были покушения, он принадлежит не себе, он принадлежит России и прочее. то, что он в какой-то момент начинает принимать невыгодные для себя решения, ну, просто власть, она, знаете, немножко сворачивает крышу, да, и он... То есть, тогда, когда он говорит, что это мы вас сковырнем, да, не стоите у нас на дороге, в общем-то, видимо, по логике фильма он уже вполне верит в то, что он в состоянии взять власть, как Ленин в 17-м году, да, и тогда бюст можно будет как-то немножко от Ленина через Пушкина, да, ведь правда ведь похож, да, особенно на посмертную маску. А непонятно, почему мы в этом уверены, когда он говорит, что после того, как он видит столбу, которая явно против его партии или не партии, его движения, почему? А толпа — это не те, кто должен ему приказывать. Это абсолютно иерархический тоталитарный тип лидера, для которого есть быдло, дрожащие твари проповедуют. Более того, толпа, которая выступает против, это прекрасный совершенно способ доказать, показать собственную действенность в наведении порядка. Это не демократический лидер, это не разу. Там в глядке были тарелочки, ложки с символиками соответствующей. И вот там мне кажется, эта тарелочка и ложка была как раз на входе и профили как в фреске соцарта. Вот именно не социализма, а социализма. Но ведь социализм это же наш ответ до социализма. Получается, они сами за собой иронизируют, что ли? Я думаю, что создатели фильма иронизируют над... То есть они поднялись до высот самопародии. Эти люди, которые... Понятно, что весь эпизод пародийный. Понятно. Ну, собственно, на самых разных уровнях, вплоть до недельки. да? Разве этот Виктор не просто сумасшедший фильм? Просто когда первый раз его показали, я узнала знакомую девочку. То я думала... В бахенбардах. Вот. И то есть как бы... Просто, мне кажется, есть такой тип сумасшедших людей, которые... Ну, нет, само собой, но Сухоруков это артист специфического амплуа, да? Он на эгои роли просто был. Наверное, родился, да? Но долго он просто... Хотя ему тут уже хорошо ответить. А вы так не видите? Вообще. Ну, да. Писает с братом, который через не так сильно долго снимался потом, где он язык разрушил. А вы представляете, смешно эти фильмы смотреть, когда Паладимов расоватик и говорит «Жизнь». Да, я понимаю. Ваш случай уникальный, да? Я сидела и думала, какие хорошие, как мне их нужно, такие же мужчины. И тут вас так обломали же сроку. разнообразил. А если бы я сначала вопрос, почему вот в этой грузке, которая сначала против какого-то угодится и которую они переделывают первыми, а почему это в тихотодеках? Ну, потому что они бивни. Тогда почему надо здесь? Ну, как бы... Чтобы уйти. Это женский уникальный совершенно... Нет, да, уже на обладном догоне бивень, это, бивень, это, собственно, член. Да, непонятно. И они как бы... Ну, не знаю, в курсе они или нет, вероятнее всего в курсе, но это вот такой... Это тоже такой женский член нашего сообщества. К тому же она валькирия, помните, она потом получает догонял, соответствующая, так что она мужская. А вот ее превращение какое-то смысл имеет? Она же перед ней начальник выглядела как и мужчина. Она была похожа на мужчину, как только вокруг был, а в конце она уже приятная... Нет, в конце она провоката. Просто этот самый журналист должен ее каким-то опытом отреагировать никак на непосредственную работу. Она просто его подставляет под расправку. Поэтому она уезжает в совершенно нормальном пушкинском наряде. Может быть, даже с бюджембардом, я не знаю. Она разведчик, она в Матахаре. Какие такие образы Айсула были в 30-е годы не уже заболевали? То есть проездить туда, ходить сюда? Ну, такое было тоже, особенно в первой половине 30-ой. я небольшой специалист по методике Айсула. Так, ну что, давайте на сегодня все. Дальше кинопоказы будут у меня еще два, наверное, в контексте первого чтения. Это будет уже там 25-ая, 24-ая, 24-ая, 25-ая июня. Да. Вот. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ